Прокомментирую коммент моего подписчика к недавнему посту. «Эти демаркационные границы субъективны и потому различаются от человека к человеку». Ну, сразу видно, что перед нами философ. Демаркационные – это лишнее слово, просто можно сказать эти границы. Субъективные – потому что различаются от человека к человеку. Но если они субъективны, то они понятное дело, что различаются от человека к человеку. Это и есть определение слова «субъективность». Поэтому половину предложения можно запросто выкинуть, и это не изменит смысл. Перед нами философ. Как я уже писал, некоторые вообще задумываются, можно ли онтологические вопросы рассматривать как научные. Ну да, точно философ, онтологические. Предложение не имеет смысла, по-моему, вообще. Другие могут быть менее строгими, допускать справедливость онтологических вопросов как научных, но разграничивать уже сами эти вопросы. Опять никакого смысла нет. Допустим, вопросы типа о том, является ли наш мир матрицей, или сотворен ли наш мир Богом, это обычно воспринимают как философские вопросы. Но вообще-то не совсем так, является ли наш мир матрицей, в принципе, это научный вопрос. А сотворен ли наш мир Богом, это как раз, наверное, да, философский, потому что надо сначала вести определение, что такое Бог. Без этого вопрос не имеет смысла. Но вот вопросы типа интерпретации квантовой механики, или того, какова природа сознания и как она связана с работой мозга. Такие вопросы многие уже оценивают по-разному. Кто-то может их расценить как выходящие за компетенцию науки, кто-то рассматривать как научные. Но интерпретации квантовой механики по большей части не научны. За все эти сто лет интерпретаторы ничего полезного не сделали и, скорее всего, не сделают. Стандартная копингогенская интерпретация как была, так и остаётся. Единственное верное, можно сказать. Какова природа сознания? Это тоже уже научный вопрос. Много книжек сейчас есть по природе сознания с помощью всяких МРТ, компьютерных томографов, всяких экспериментов с нейронами мозга. Всё это изучается. В принципе, это научный вопрос. Ну вот мне показалась любопытная история со специальной теорией относительности, так как это обычно воспринимали как появление научной теории. Хотя из рассказов и расспросов физиков я наблюдал скорее появление теории в таком натурфилософском смысле, так как работа Эйнштейна больше заключалась не в обобщении эмпирического опыта, в поиске правильных формул, даёщих верные расчёты, а в онтологической интерпретации всего этого. Эйнштейн часто прибегал к мысленным экспериментам, и они позволили ему вывести преобразование Лоренца, не решая явно уравнение Максвелла, и показать, что это в принципе не свойство уравнения Максвелла, а свойство пространства времени, как позднее было названо. Не знаю, можно ли это назвать онтологической интерпретацией. На первый взгляд он вроде как убрал эмпирически наблюдаемое настоящее абсолютного времени, невыявляемую абсолютную систему отчёта. Также он избавился от сложностей, связанных с подозрительными совпадениями, которые получались у Лоренца. А именно, что все эти сокращения длинного замедления происходили ровно так, чтобы мы не могли выявить истинную систему отчёта и скорость света во всех системах отчёта получалась одинаковой. Но весь этот философский абзац можно было заменить одной фразой «Он убрал эфир». Но избавившись от антологии абсолютного времени, у Эйнштейна автоматически появилась другая, такая же эмпирически ненаблюдаемая антологическая сущность, а именно пространство-время. Этерналистский блок-вселенная. Этерналистская блок-вселенная. Ну, немножко не так. Эфир – это физическая сущность. До Эйнштейна ему причисляли какие-то физические свойства, плотность, ещё там что-то. Эйнштейн же заменил его пространством-времени, которое является просто математической абстракцией, которая живёт там в платоновском мире идей и не имеет никакой плотности и других характеристик. Поэтому эфир и пространство-время – это не одно и то же. Пространство-время – это некое более абстрактное понятие, чем такой примитивный эфир, который мыслили до Эйнштейна. Это такая же экспериментально ненаблюдаемая сущность, как и абсолютное время. Да, абсолютное время – это такая идеальная модель, и пространство-время – это тоже такая модель. Математическая, можно сказать. Пространство-время заменило абсолютное время. Эмпирически нам доступно только наше собственное настоящее, а существование прошлого и тем более будущего нам эмпирически недоступно. Не знаю, как вам, а мне существование прошлого доступно, в отличие от будущего. Так же, как нам недоступно то, что находится за горизонтом событий. Но оно будет доступным, если вы прыгнете за горизонт событий. Я расспрашивал физиков о том, так почему же предпочтение было одно Эйнштейну, и в ответ слышал просто чисто философскую аргументацию от простоты. Ну, типа, теория Эйнштейна элегантнее и порождает меньшие вопросов. Ну, скорее всего, вы просто общались не с теми людьми. Многие физики недолюбливают философию, и, наверное, они просто не захотели с вами общаться. Но если подходить к науке прагматически, то как бы кого это вообще должно волновать, если там абсолютное время, нет ли его, есть ли там пространство-время или нет. Все это онтологические вопросы о существовании и сущностях. Опять бесполезное предложение с кучами бесполезных слов, типа «онтологические» и «существование сущностей». Главное, что есть наблюдение и формулы, верно их описывающие и предсказывающие, и они одинаковы и у Лоренца, и у Эйнштейна. А в какой концептуальной модели все это объяснять, вроде как уже вопрос и не науки. Ну вот это неверно. Это примерно как сейчас интерпретаторы. Квантовые механики пытаются интерпретировать и говорят, что моя интерпретация такая же, как Копенгагенская, но она типа интуитивнее. И также вы говорите, что Лоренц концептуально так же все говорит, как Эйнштейн. Нету. Не так все. И теория Эйнштейна никогда не сравнится с теорией Лоренца, так же как Копенгагенской интерпретацией никогда не сравнится с фриковыми интерпретациями. Но если такие вопросы волнуют и рассматриваются как научные, значит как минимум не все воспринимают науку чисто прагматически. Опять нулевое предложение. Про интерпретации квантовой механики вообще молчу. Там все обсуждения крутятся вокруг того, что в самой теории постулируются как принципиально ненаблюдаемое. Ну да, волновая функция ненаблюдаемая, поэтому и все эти интерпретации, вы наверное правильно здесь говорите, все эти интерпретации в помойку надо отправить, это точно. Вокруг вопросов, что там происходит с условными котами Шрёдингера, пока они не измеряемы и ненаблюдаемы. Вообще я наблюдаю некоторую рассогласованность того, как люди склонны рассуждать о том, что такое наука и как склонны ее воспринимать. На уровне рассуждения обычно люди стараются сдвинуть демаркационные границы ближе в сторону эмпиризма и прагматизма. А в восприятии и мотивации к науке прослеживается наоборот тяготение к онтологическим вопросам и гипотезам. Мне тут вспоминается Палкинхрон. Ладно, сколько раз тут упомянуто слово «онтологическое» в каждом втором предложении. Сразу звоночек, что это философ, не знающий физику.